Отдельно баскетбольные, теннисные корты и беговые дорожки. Речь не о современном спортивном центре, а о будущей уличной территории муниципальной школы Влайково. Строят семимильными шагами. В марте заложили капсулу времени, к июню здесь уже выросли два этажа. В настоящий момент производятся работы по возведению монолитных конструкций, вертикальной планировке спортивного ядра. Приступили к кирпичной кладке наружных и внутренних стен. Готовность 23%. Задача на этот год – возвести каркас четырех этажей и подключить отопление. Зимой приступить к отделке. Архитектура проекта необычная, говорит подрядчик. Многосветовой актовый зал и фойе школы. Соответственно, вся инженерная система здания выполнена по самым последним требованиям проектирования. Большие окна светлые в классах. Первоочередная задача строителей – не подвести по срокам и по качеству, чтобы ребята вовремя сели за школьные парты. Крайняя точка у нас какая получается? Разрешение на ввод мы планируем в 31 июля. И, соответственно, месяц у нас до 1 сентября на передачу в муниципальную собственность. В 25-м году. 44 класса, свыше тысячи учеников. И это не предел. Не за горами создание в жилом комплексе «Рублёвский квартал» полноценного образовательного кластера. Ещё двух школ и четырёх детских садов. Олеся Лукина, Артём Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Олеся Лукина, Артём Ломоносов, телекомпания «Рублёвский»